Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейный клуб ЦСК ВВС продолжает усиливать состав команды и это приносит результат. Новички Даниил Гореев и Александр Степаненко в первых же матчах за самарцев забросили победные шайбы. В гостях военные летчики сенсационно выиграли одного из лидеров чемпионата страны Смоленский Славутич 1-0 и 4-0. Благодаря этому ЦСК ВВС поднялся на одну строчку выше в турнирной таблице и сейчас занимает восьмое место в высшей хоккейной лиге. Славутич, потеряв очки, остановился на четвертом лидер Ростов. Баскет-клуб Самара продолжает победную серию матчей. На этот раз ему покорился Спартак Приморья в заключительной игре первого круга чемпионата Суперлиги. Дебют встречи прошел в равной борьбе, а начиная со второй четверти до самой финальной сирены волжане хозяйничали на площадке. В итоге Самара разгромила Спартак 87-58 и поднялась на третье место в Суперлиге. Впереди только Новосибирск и Иркут. В четверг в МТЛ-арене пройдет четвертьфинал Кубка России. Самара принимает Уральский темп. Ксения Суринская из Октябрьска завоевала бронзовую медаль международного юношеского турнира по тэквондо. В Казани она провела три поединка и одержала две победы, причем досрочно. Сызранскому бойцу повезло больше. Максиму Гошкину достоился серебряной награды. Всего же на счету сборной региона восемь медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.